здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам отзыв и краткий обзор книги посольский город чайна мьевеля в википедии говорят что правильно его фамилию читать мая вилл ну для русского уха это как-то непривычно поэтому будет мьевель одна из тех книг которые затягивают потом отпускают потом снова затягивают и когда закрываешь страницу когда дочитал докуда-то допустим до конца главы но герои так и продолжают жить внутри головы и продолжаю представлять о том а как же они там а что дальше как они выпутаются из той ситуации в которую их загнали и начну я с конца есть космическая федерация или конфедерация не важно содружество планет вот так скажем содружество планет и главная планета бремен земли давно нет то есть это какое-то очень отдаленное будущее но все равно галактика продолжает исследоваться и достаточно уже большие расстояния приходится преодолевать и для этого созданы корабли которые двигаются в подпространстве но не каждый человек может быть пилотом такого корабля нужно проходить очень серьезные тесты и медицинские и психологические потому что находиться в подпространстве или как называет его автор и мир и пилотов которые управляют такими судами называют и мир летчиками и мир летчицами потому что девушки тоже могут летать на таких кораблях люди пассажиры которые таким образом в кавычках путешествуют по вселенной потому что чаще всего это не путешествие а либо командировки либо переезд с одного места работы на другое и так далее эти люди спят им дают какой-то раствор вводит прямо в кровь чтобы они все время полета в и мире спали потому что обычно человек у которого нет наклонностей к тому чтобы воспринимать и мир как он есть и бодрствовать вот при при этом таких людей очень мало и планета главная планета на которой идет основное повествование рассказа это планета называется ариека она находится очень далеко от бремена по сути она находится на границе исследованной зоны а цель бременно полный обзор книги доступен подписчикам книжного бусти переходите по ссылке в описании подписывайтесь и получаете доступ к полной версии обзора книги жители то есть аборигены скажем так этой планеты жители этой планеты очень необычные существа это что-то похожее на разумных насекомых ну как их описать жуки стрекозы наверное это будет очень далеко от того какие насекомые обитают на этой планете они ростом человека даже выше него особенность так этих насекомых в том что у них два речевых аппарата один называется подрез а второй поворот и чтобы они друг друга могли понимать и у них есть свой язык и чтобы они могли друг друга понимать и подрез и поворот должны говорить одновременно и только в этом случае получается именно тот набор звуков который составляет слова в этом языке ну будем говорить слова и предложения на самом деле вот этот не необычный язык его очень тяжело перевести и образмерить я бы даже так сказал на современными языками земли потому что у нас нет таких языков на земле то есть тяжело нам это это представить а для того чтобы слышать то что говорит другой ариекай планета ариека жители аборигены ариекай они у них есть специальное слуховое крыло то есть если у ариекая это слуховое крыло свернуто то он не слышит ничего но для того чтобы услышать и вступить в контакт с другим ариекаем они поднимают это слуховое крыло и обращают его к речевому аппарату собеседника только в этом случае диалог может состояться полный обзор книги доступен подписчикам книжного бусти переходите по ссылке в описании отписывайтесь и получаете доступ к полной версии обзора книги это произошло уже много-много лет спустя после того как вот эта ситуация с ависой беннерчо случилось про девочку в темной комнате потом ависа записалась в отряд и мир летчиц прошла все тесты и начала летать на кораблях в подпространстве и спустя много лет может быть прошло 10 лет 15 и она возвращается обратно на ариеку и вот не помню сейчас то ли она привезла нового посла то ли след за ней пришел корабль то есть ее от и ей дали отпуск какое-то время чтобы она там как они называют от циклы то есть есть цикл полетов который длится допустим три года потом отдых то есть ты возвращаешься на свою планету родную отдыхают допустим полгода потом за тобой приходит транспорт допустим те пилоты которые там они загружаются в отдыхать а допустим ависа полетела бы дальше вот в таком вот перерыве между полетами она оказалась на реке вместе с послом изра которого прислали на замену предыдущего посла но все послы которые полный обзор книги доступен подписчикам книжного бусти переходите по ссылке в описании подписывайтесь и получаете доступ к полной версии обзора книги это был обзор книги чайном евеля посольский город благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал поставьте лайк поделитесь этим видео напишите комментарий может быть вы еще мне какую-нибудь книгу предложите почитать на этом я с вами прощаюсь желаю вам всяческих успехов и до новых встреч